Доброе утро, спасибо за представленное слово, спасибо за возможность выступить на нашем симпозиуме форума «Белые ночи». Это очень приятно видеть здесь коллег, и каждый раз встречаешь, и радуешься, что мы снова вместе общаемся. Спасибо всем большое. Я постараюсь, наверное, я сегодня буду говорить не столь-то сказать вещи уже достаточно хорошо известные, может быть, кое-что будет для вас новое. Ну, естественно, что рак шейки матки – это заболевание социально значимое. И так, а куда направлять, где ставится? Вот сюда, да? Ага, все. С первого, да? А почему-то на экране не отображается. А, вы сделаете, да? Так, все, спасибо. Ну, всем известно, что начался скрининг рака шейки матки с работы Папа Николау, который он опубликовал в 1941 году, и который называлось «Исследование циологических мозгов и их возможность диагностики рака шейки матки». И вот этот вот метод стал наиболее эффективным для снижения заболеваемости рака шейки матки во всем мире. И даже когда вот подводили первые итоги скрининговых программ, которые появились после 1941 года, то всем известно и тоже хорошо известное выражение американского гинеколога Лунс, который сказал, что рак шейки матки скорее вообще исчезнет на планете, и на эпитафии рака шейки матки в эпитафии будет написано, что он пал жертвой эксфолиативной цитологии. Действительно, после начала скрининга, который шествовал уже по всему миру, и благодаря усиленным этим программам скрининга было отмечено снижение заболеваемости до 80% в различных странах мира. И вот, в частности, в Америке вот такая приводится статистика, что начиная с 70-х годов рак шейки матки, заболеваемость раком шейки матки, значительно снизилась в обеих популяциях белых и черных женщин в Соединенных Штатах в Америке. Но решена ли на сегодняшний день проблема рака шейки матки благодаря вот таким достижениям скрининга? Тем не менее, несмотря на это, каждый год, по последним данным 2012 года Глобакан, до 600 тысяч женщин ежегодно заболевают инвазивным раком шейки матки, и половина из них погибает. И прогнозирую, что к 2030 году частота заболевших, вновь заболевших раком шейки матки увеличится в два раза. Этот прирост будет за счет развивающихся стран, в которых заболеваемость раком шейки матки значительно выше, чем в развитых странах, где существует программа скрининга. И даже по мнению экспертов, в принципе, циологический скрининг не показал свою эффективность для развивающихся стран. Каковы же причины такой, в общем-то, низкой эффективности циологического скрининга? Это прежде всего недостаточный охват населения скринингом, это недостаточно правильный сбор образцов, это отсутствие обеспечения, это отсутствие хороших лабораторий с хорошими специалистами-цитологами, это отсутствие контроля над этим методом исследования, отсутствие информационных систем и различные географические и экономические барьеры, существующие для дальнейшего развития этого метода в странах. И в результате всего этого рак шейки матки остается лидирующей причиной смерти среди женщин репродуктивного возраста даже в развитых странах, в том числе и в Америке. То есть проблема с циологическим скринингом до сих пор не решена. Вот заболеваемость в нашей стране, и она продолжает расти инвазивным раком шейки матки. После уже, так сказать, 90-х годов, когда у нас, конечно, уже... Ну это благодаря тому, что изменилась экономическая ситуация в стране, у нас не было уже диспансеризации населения такой активной, и заболеваемость стала расти. То есть у нас ситуация очень неблагоприятная. Какие же инструменты способствуют тому, чтобы эта ситуация изменилась? Это, конечно, первичная и вторичная противолактика рака шейки матки. Это единственная локализация, этиология которого до сих пор уже установлена в наше время, и она связана с предотвращением заражения вирусом папиллома человека. Но и вторичная профилактика рака шейки матки, то есть скрининг, он не претерпел, так сказать, своего высокого значения. Всем понятно, что скрининг – это не диагностика, это отделение здоровых от больных. Скрининг рака шейки матки разделяют на популяционный и спорадический. Популяционный скрининг рака шейки матки – это программа, это четко разработанная программа, которая должна работать по именно разработанной методике. Она должна охватывать не менее 70% женского населения, она должна быть определенной периодичностью четкой. И скрининг может быть спорадический, пассивный, когда каждая женщина просто приходит на осмотр, ее обследует. Это, так сказать, можно назвать спорадическим скринингом. Надо сказать, что в разных странах Европы и США рекомендации по скринингу и программы скрининга, они различаются. Вот это представлено на этой таблице, я не буду ее прочитывать, чтобы не экономить время. Но эти программы очень отличаются в различных странах. И вот согласно европейским рекомендациям по скринингу, скрининг и исследование должно проводиться через 3 года после начала половой жизни женщины, начиная с 30-летнего возраста. И если все хорошо, то в принципе он может проводиться не ежегодно, а раз в 3 года. Более того, считается совершенно нецелесообразно обследовать одну и ту же женщину каждый год. Это экономически нецелесообразно. Вот что у нас в стране, какие у нас существуют рекомендации по, так сказать, обследованию женского населения. Это последний приказ от 26 октября 2017 года о диспансеризации определенных групп взрослого населения. У нас нет программы скрининга, у нас нет специальных центров, которые занимаются скринингом, потому что, в принципе, скрининг рака шерики матки – это работа не для нас с вами, не для врачей-гинекологов, не для врачей-онкологов. Скринингом заниматься должны в обычных странах – это популяционные раковые регистры. Для этого достаточно фельдшера или акушерку, которая обучена правильно брать мазки, и должна быть хорошая лаборатория, которая эти мазки исследует. У нас, значит, вот этот приказ 2017 года, наконец, там появились сведения о том, что не нужно каждый год обследовать женщину логически, а достаточно обследовать ее раз в три года, и четко определен возраст – от 30 до 60 лет. Более того, что мне очень импонирует в этом приказе, здесь четко прописано, что мазки должны браться не только с эктоцервикса, но и обязательно из эндоцервикса. Этого не было в предыдущих приказах. Мы думаем о том, что скрининг в развитых странах очень хорош, а вот исследование, проведенное в Великобритании, известным онкогинекологом Козиком, госпитальное исследование, который в своем стационаре провел ротоспективное исследование и показал, что 47% госпитализированных в онкологическом отделении по поводу инвазивного рака шейки матки до этого 5 лет назад подвергались адекватному цитологическому скринингу. То есть не все так, так сказать, хорошо и с цитологическим скринингом, даже вот в этой стране. И, в общем-то, стали, конечно, искать, как можно улучшить этот скрининг, как можно сделать его более эффективным. Известно, что рак шейки матки на сегодняшний день, известно, что он вызывается вирусом папиллома человека, о чем по поводу этого исследования Зурхаузен получил Нобелевскую премию. Но до сих пор многие гинекологи, даже ученые, которые проводят исследования, считают, что не все случаи рака шейки матки вызываются вирусом папиллома человека. И даже, я знаю, многие проводят исследования о патогенезе. Рак шейки матки с ДНК вирусом папиллома человека и рак шейки матки без ДНК вирусом папиллома человека. Ну, это нонсен. Хотя в 1999 году в лаборатории Вальбумера в Великобритании было показано, что в 100 образцах рака шейки матки обнаруживается ДНК вирусом папиллома человека. О чем это говорит? Это говорит о том, я вам покажу дальше еще дополнительные исследования, которые показали, что не бывает рака шейки матки без вируса папиллома человека. Это говорит о том, что тест на ДНК вирусом папиллома человека может быть очень информативным для скрининга рака шейки матки. Пожалуйста, были проведены проспективные рандомизированные исследования в семи странах, которые показали, что если проводить скрининг с применением двух тестов, теста цитологического и теста на определение ДНК вируса папиллома человека, то можно увеличить интервал между раундами скрининга до 6 лет. Ну, 5-6 лет. Вот так там было взято дальше рекомендации 5 лет. Дело в том, что, конечно, подсчитывалось кост-эффективити, подсчитывалось, насколько целесообразно применение этого теста, потому что мы знаем, что основной показатель скрининга должен быть дешевым. Дорогой метод не может быть скрининговым методом. И вот сейчас до сих пор подсчитывается это, но оказывается, если мы будем не каждый год и не раз в 3 года обследовать статологические женщины, а обследовать двумя методами раз в 5-6 лет, то это может оказаться более эффективно выгодно, чем применение одного менее эффективного метода ежегодно или раз в 3 года. Что здесь было показано? Было показано, что вот взяли женщин, да, точка отчета здоровых женщин без статологических и вирусологических признаков, точнее, просто без признаков дисплазии шейки матки, точка отчета была ЦИН-3. И стали их исследовать различными методами. Одна группа только статологическим методом, другая группа только методом с применением вируса папиллома человека, и третья группа двумя методами. И оказалось, что если в начале исследования цитологический метод был отрицательный, то через 72 месяца, да, вот 72 месяца, значительно нарастало число тяжелой дисплазии в этой категории, у этой группы женщин. В то время как при применении двух тестов, если оба теста были отрицательны в начале исследования, то частота не нарастала. Ну вот видите, здесь при обследовании более 47 тысяч женщин с выявленными, у них 497 случаями умеренной дисплазии и 305 случаями цервикальной терминоплазии третьей степени не было обнаружено ни одного случая, не связанного с вирусом ДНК человека. Ну и сейчас уже 6 стран из 21 страны с высоким экономическим уровнем уже, так сказать, внедрили в своих странах тестирование на вирус папиллома человека в качестве скринингового метода. И поддерживается целесообразность тестирования ДНК-вируса папиллома человека для всех женщин в возрасте от 29 лет и старше. И заявлено, что скрининг рака шейки матки все больше будет опираться на тестирование с применением ДНК. Ну и вот какие рекомендации Семьерализации здравоохранения по применению этого скрининга? Ну вот рекомендуется в менее развитых странах его применять метод цитологии, как первичный скрининговый метод дополнения цитологии для женщин старше 30 лет, для разрешения сомнительных случаев в цитологическом исследовании АСКУС. Для мониторинга после лечения цитологии это уже стандарт. Во всяком случае в странах ЭСГО, вот в Италии однозначно это стандарт при обследовании женщин после лечения цервикальной, после организации, так просто говоря, по поводу умеренной тяжелой дисплазии. И это стандартно. И там нельзя обследовать женщин после такой операции без применения теста на вирус папиллома человека. Ну почему именно старше 30 лет? Потому что уже давно это было показано, что заболеваемость, что инфицированность, пик инфицированности вирус папиллома человека приходится на возраст до 30 лет. В то время как пик уже дисплазии, шейки матки нарастают после 30 лет. Поэтому нецелесообразно обследовать этим тестом женщин до 30 лет, потому что мы просто выявим инфицированность, а мы не выявим в случае дисплазии шейки матки. Ну вот и Кохрановская дейтабаза также подтвердила эти данные. Там уже, так сказать, на статистическом материале было показано, что действительно это все эффективно. Какие еще методики могут способствовать улучшению скринга рака шейки матки? Это определение тканевых онкомаркеров. Это уже достаточно известно, и во многих лабораториях это применяется. Это иммуно-ацитохимическое исследование определения белков П16 и К67. И оказалось, что этот метод более чувствительный и немного менее специфичный, чем обычное циологическое исследование. Определение белков Е6 и Е7, которые являются специфическими маркерами цервикальной неоплазии в высокой степени. И новое, вот что последнее новое появилось, это исследование микро-РНК. Здесь я не буду вдаваться очень подробно в механизм, почему эти работают белки кратко, только напомню вам, что белок ретинобластомы – это белок, который останавливает клеточное отделение. Он контролирует переход клетки с фазы G в фазу С, с фазу секреции. А если он инактивирует этот белок, а онкоген Вирусный онкоген инактивирует этот белок, и таким образом клетка начинает вырабатывать в ответ на это белок П16, чтобы компенсировать как-то вот это деление, потому что белок П16, он останавливает клеточное отделение, но на этом фоне увеличивается экспрессия генов, продуцирующих белок К67, который является маркером клеточного отделения. И вот когда цитолог проводит эмоцитохимическое исследование и в одном препарате обнаруживает оба маркера, это означает, что с клеткой что-то не то, потому что в норме в клетке может экспрессироваться либо белок П16, либо белок К67 – это разные фазы клеточного отделения. Одновременно их обнаружение показывает о том, что клетка сошла с ума, попросту говоря, и встала на путь неоплазии. Но и было показано, что это исследование, применение этих методов, вам видите, обладает достаточно довольно высокой специфичностью и высокой прогнозической ценностью. Микро-РНК. Микро-РНК – это совершенно новый метод, и мы в свое время тоже провели это исследование по применению микро-РНК для диагностики и для дифференциальной диагностики дисплазии шейки матки. В литературе было описано, что микро-РНК 426 и микро-РНК 375 в клетке обладают более высокой чувствительностью и более высокой отрицательной ценностью по сравнению с логическим методом. Мы решили попробовать, насколько это работает в нашей лаборатории. И у нас в лаборатории был разработан метод определения микро-РНК в цитологических препаратах. Это вошло в диссертационное исследование Архангельской Полины Анатольевны, и было опубликовано несколько статей по этому поводу, и оказалось, что высоким диагностическим ценностью обладают три пары молекул. Микро-РНК, их много очень этих молекул, микро-РНК 126 по отношению к микро-РНК 375, микро-РНК 126 в паре 145, микро-РНК 20А с микро-РНК 375. Ну, это вот микро-РНК, это молекулы на посттранскрипционном уровне, которые изменяются в процессе неопластической трансформации клетки. И таким образом этот метод позволяет в сомнительных случаях, когда мы видим, что есть, допустим, положительное ДНК вирус попелома человека, ацетологически сомнительные данные, или мы не можем понять, там имеется слабая дисплазия, умеренная или уже тяжелая дисплазия, и вот этот вот метод может позволить в будущем при отработке этого метода дифференцировать, наше исследование показало, что он дифференцирует, можно дифференцировать разные этапы трансформации клетки при развитии дисплазии. Вот такие данные у нас получились. Не буду зачитывать выводы этой работы, у нас, наверное, надеюсь, скоро будет защита. И более того, я хочу сказать, что мы, в общем-то, так сказать, на уровне современных международных исследований, во всяком случае, запланирована такая работа международным агентством по изучению рака, запланирована работа по определению эффективности применения тестов на вирусы папиллома человека, иммуноцитохимических тестов и определения микро-РНК, но, правда, там микро-РНК не клетки, а микро-РНК вирус папиллома человека, и результаты этого исследования предполагается получить в 2020 году. Мы свои результаты уже получили и опубликовали. Небольшое перспективное исследование. Ну, вот я могу вам привести многоцентровое перспективное исследование Эстампа, так называемое, что расположено в девяти странах Латинской Америки. И было показано, что основные результаты выявления гистологически феррифицированных интерферриальных поражений в высокой степени для оценки эффективности различных методов скрининга. Различных методов скрининга, в том числе и АЦД-тест ВИАДА обозначена обычная жидкостная цитология генотипирования ДНК ВПЧ, обнаружение РНК ВПЧ, микро-РНК ВПЧ, обнаружение белков Е6, типов ВПЧ высокого риска и изменение маркеров В16 и Е67. И вот это самые опубликованные предварительные данные, но окончательные данные мы получим в 2020 году. Ну, вот предполагается, вот такой результат предполагается, вот так это будет внедрено, если это будет подтверждено в этом исследовании, вот так изменится скрининг рака шейки матки. Когда мы проводим не только скрининг, но и диагностику рака шейки матки, мы должны обязательно верифицировать гистологически, потому что однозначно диагноз дисплазии предрака и рака шейки матки должен быть верифицирован гистологически. Дело в том, что классификация гистологической бетазда, она была предложена в 2001 году и модифицирована в 2014 году, а гистологическая классификация долгое время отставала от гистологической классификации и было несоответствие между этими классификациями. И одни и те же процессы назывались по-разному. Там сохранялась дисплазия в 2003 году, и в 2014 году появилась новая классификация рака шейки матки, которая, так сказать, также привела в соответствие, и теперь нет, там не прописано в этой классификации ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3, а прописано L-СИЛ, слабая дисплазия, и H-СИЛ, то есть дисплазия в слабой степени, и H-СИЛ высокого риска, повреждение высокого риска всего, то есть переход от трехуровневой системы на двухуровневую систему. И вот так вот выглядит современное, так сказать, разграничение дисплазии L-СИЛ и H-СИЛ, не буду подробно останавливаться. Но что произошло? Что произошло? Ведь мы клиницисты, мы должны понимать, что за процесс мы имеем, когда мы, так сказать, должны лечить женщину. И если мы знаем, что при умеренной дисплазии, которая чаще регрессирует, чем тяжелая дисплазия, можно применять консервативные методы, то при тяжелой дисплазии этого лучше не делать, и обязательно нужно выполнять конизацию. По классификации нам, морфологи, дают ответ L-СИЛ или H-СИЛ. А что там? Допустим, когда мы проводим биопсию, это все-таки слабая дисплазия, потому что H-СИЛ включает в себя умеренную, тяжелую и карциному инситу. Все это теперь обозначается термином H-СИЛ. И, видимо, морфологи, они задумались, почесали затылки и поняли, что, в общем-то, в принципе, эта классификация, она, как любая классификация, она имеет свои недостатки. Любая классификация, она не, так сказать, не стопроцентно прекрасно отвечает на все случаи. И поэтому дополнительно было прописано в этой классификации, что для того, чтобы нам разгонять эти процессы, нужно применять иммуногистохимическое исследование. И вот, действительно, нам морфологи все время пишут, нужно для уточнения диагноза, нужно выполнить иммуногистохимическое. Для чего иммуногистохимическое? Не просто, чтобы подтвердить, а чтобы вот это H-СИЛ разграничить ЦИН-2, ЦИН-3 или карцинома инсит. Но, скорее всего, это ЦИН-2 или ЦИН-3. Карцинома инсит, сейчас термин, так сказать, реже. Вот, пожалуйста. Вот такое, так предложено, это вот слайд из международной классификации гистологической 2014 года. Это прямо оттуда из классификации взят слайд. И что еще? Какой еще метод, да, для профилактики рака шейки матки? Это, конечно, вакцинирование, применение вакцин как первичная профилактика для предотвращения заражения с вирусом папиллома человека. Ну и на сегодняшний день существует уже, разработано три вакцины уже. Помимо бивалентной вакцины, Церварикс и бивалентной вакцины, или квадривалентной вакцины, которая включает еще и неонкогенные типы выпечья гордосил, еще и разработана девятивалентная вакцина. Хотя, в принципе, и до этого говорилось о том, что и квадривалентная, и бивалентная вакцина, они перекрывают и случаи заражения, вызывают иммунитет специфически против 31-33 типов. Но, тем не менее, разработана еще и вот эта вакцина. При исследовании вакцин, вот этих вот, их эффективности было показано, да, действительно, они защищают и от других типов ВПЧ, но они не защищают, если женщина уже инфицирована вирусом папиллома человека. Это обозначено уже, так сказать, в заключениях исследований экспертов, что эту вакцину нельзя применять как терапевтическую вакцину. Если женщина уже инфицирована вирусом папиллома человека, было показано, что она неэффективна. Сравнивались группы женщин, в котором одним проводили вакцинацию с применением гордосила, в другой группе женщин проводили вакцинацию, чтобы контрольная была четкая группа от гепатита А и Б, а третья группа была с вирусом папиллома человека, группа, которая была уже, так сказать, инфицирована вирусом папиллома человека, И в последней группе не получили нарастания специфических антител. Вот, так сказать, сейчас уже эта вакцина по миру уже везде применяется и уже входит в программы прививок, в календарь прививок у детей. Но на сегодняшний день прописано, что эффективная профилактика рака шейки матки строится на модели применения, несочетанного применения и вакцинирования, и обязательно скрининг. То есть все женщины, которые подвергались вакцинированию, они должны подвергаться и обязательному скринингу рака шейки матки. Это наиболее такая экономически целесообразная программа. Что касается применения вакцин, дело в том, что вирус у пилома человека для того, чтобы развился рак шейки матки, а он развивается от момента инфицирования до развития инвазивного рака, проходит где-то от 10 до 15 лет. И более того, большинство женщин, если мы возьмем за 100% всех женщин, которые инфицированы вирусом пилома человека, из них заболеют не более 0,1%. То есть существует самопроизвольное очищение от вируса. Оно обычно по исследованиям, многих исследований в разных странах проводились эти исследования, оно обычно проходит в первые 12 месяцев. Если в первые 12 месяцев не произошло очищение, это называется персистенция вируса пилома человека, и это уже риск развития неоплазии шейки матки. И вот на сегодняшний день разрабатываются терапевтические вакцины. То, о чем я вам говорила только что, что применяемые профилактические вакцины, они не являются терапевтическими. Разработка терапевтических вакцин столкнулась с очень большими трудностями. Оказалось, что когда вот эти вакцины уже на животных начали применять, то дело в том, что мы до сегодняшний день не знаем все механизмы молекулярные, канцерогенеза. И применение этих вакцин привело к тому, что нормальные молекулы, которые существуют в организме, они перестали функционировать, и организм разрушается. Это мне напомнило, если кто-то увлекался X-файлами, там вот есть одна из интересных книг, когда была применена вакцина от рака, и этот человек полностью развалился на части. Вот примерно то же самое пока получается с терапевтическими вакцинами, пока на сегодняшний день уперлись в то, что не могут пока понять, по какому пути их дальше не получается пока, потому что мы не знаем всех деталей канцерогенеза. Поэтому предлагают, может быть, при персистенции вируса... Я заканчиваю, я уже все, последний слайд. При персистенции предлагают противовирусные препараты, различные противовирусные препараты, которые на сегодняшний день рекомендовано применять при персистенции вируса папиллома человека. Спасибо за внимание. Продолжение следует...